Добрый день дорогие мои друзья вы находитесь на канале Галина Коломейко кройка и шитье я являюсь автором безлекательного метода кроя и также автором достаточно большого количества книг по кройке и шитью и так сегодня тема нашего разговора в продолжении вернее темы разговора про рукавчиков последние мои видео на ю-тубе посвящены именно этому большой посадке точных рукавов я хочу вам рассказать как избавиться от залома на рукаве то есть мы продолжаем тему рукавчиков и обратная ситуация когда посадки у нас немного окажется что ее в самый раз мы спокойно вметываем эти рукавчики в пройму по контрольным точкам характерный пример это выкройки журнала будто модан семенами любимого журнала так у нас например очки оказывается вот этот самый залом то есть или еще говорят напряжение верхней части оката рукава давайте поймем откуда он берется и как от него избавиться если конечно же он нас не устраивает для того чтобы это понять давайте нарисуем вот такую вот схемку позвольте мне вам показать вот такую небольшую схемку если у вас рукавчик сидит хорошо и вам нравится то внешний вид такого рукава мы говорим о вточных рукавах будет вот такой они будут длинные рисовать вот здесь он лежит гладко понимаете а рукав у которого возникает напряжение вот в этой части вот в этой части или вот так вот может быть вот этот вот заломчик он так аккуратно вот здесь лежать не будет и вам это бывает не нравится так чем вот этот рукавчик отличается левый рукавчик отличается от правого рукавчика тем что вот этот рукав выполнен грамотно главные характеристики в посадке рукава это вы знаете кто со мной уже давно это высота оката рукава характеристика и вертикальный диаметр пройма так вот тот вертикальный диаметр проймы относительно высоты оката рукава или наоборот высота оката рукава относительно вертикального диаметра пройма находится в правильной зависимости. Это разница 2-3 сантиметра, ну иногда может быть 3,5 и редко 4. А вот здесь разница будет большая. И когда вы одеваете вот эти бурдовские выкройки с такими рукавчиками на себя, не имея никаких проблем, никакой посадки у вас практически нет, у вас так прекрасно все вметалось и заботиться об этом не нужно. Вы понимаете, что посадка рукава на вас сидит плохо, вам не нравится, а вам хочется что-то поправить. Так вот давайте это как раз и разберем. Итак, первый рукавчик, каким он должен быть, простите, каким должен быть правильный вточной рукав. Поймите, мы сейчас говорим о вточном рукаве. Потому что вот этот рукав вточной, вы ожидаете, что и этот рукавчик, который у вас сфотографирован на выкройке, тоже будет вточным. Но на самом деле он не вточной, а он уже рубашечный. Потому что все рубашечные рукава, они выглядят вот так. Вот так вот хорошо они выглядят. Когда вы ручку ставите на бедро, допустим, свою, да, и вот таким вот образом он у вас гладкий, красивый, хороший. Посмотрите, какая высота оката здесь. Если вы вот из этой нижней точки проймы сюда перпендикулярно восстановите, видите, какое расстояние. Относительно ширины рукавчика под проймой, оно может быть гораздо меньше вот этой ширины. А здесь какое будет, вот если рука опущена у нас, и нет никаких заломчиков, здесь высота оката у нас будет гораздо больше. Вот эта величина, да? Она будет гораздо больше, чем вот эта величина, даже видно невооруженным глазом. Так вот это рукав рубашечный. Вот это рукав у нас рубашечный. А вот это рукав у нас вточной. Но вам за рукава вточные выдают иногда рукава рубашечные. А вам все равно не нужен этот залом. Поэтому давайте разбираться дальше. Итак, если рукав у нас вточной, то головка рукавчика, вот эта вот высота, это называется высота оката рукава. А пройма, которой он соответствует, она будет иметь вот такой вот какой-то вид, да? Вот пройма имеет свою характеристику. Вот эта характеристика называется вертикальный диаметр проймы. Так вот, если вертикальный диаметр проймы ВДП у вас равен высотам оката рукава плюс 2-3 сантиметра, то рукавчик у вас вточной хороший, безупречный. Он не будет содержать заломов. Да, он может быть... Вот посмотрите, я никогда не анализирую количество посадки. Многих это напрягает, возмущает, да? Вы начинаете сердито задавать мне такие вопросы. А что это у вас такая посадка-то большая? Да потому что она меня не интересует. Позвольте вам напомнить, что я никогда на первую примерку вточной рукав не вметываю. Я сначала определяю. Точное местоположение проймы на фигурке – это контур. Контуры всегда уточняются так же, как контуром является вырез горловинки, так же, как контуром является нижняя часть нашего изделия, низ изделия, да? Край борта может быть контуром являться. Так контуром является и пройма. Так вот эту пройму мне иногда нужно вот так вот укоротить плечико в некоторых тканях, иногда даже немножко углубить, может быть, да? И только после этого, в выполнении осноровки, когда я вот это все сделаю, я могу начинать вметывать рукав. А так я рукавчик просто накалываю, поэтому посадка меня никогда не интересует. А вас будет интересовать, особенно если рукав у вас широкий, а широкий рукав от того, что у вас полный рукав, плюс прибавка к оплату плеча, и получается большая ширина. И если у классических рукавчиков высота оката рукава равна ширине рукава деленная на 2, то есть вот эти отрезочки все равны, то с полными руками совсем другая история. Это равенство не выполняется. Более подробно, пожалуйста, учитесь в моем курсе на онлайн-школе. Есть такие видео и на ютубе, если вы хотите бесплатно это делать. Хотя и учеба у меня очень-очень по скромным ценам идет. Я думаю, вас это вполне устроит, если кто еще не видел. Потому что уроки можно выкупать по одному, а не весь курс сразу. Но, тем не менее, это не предмет нашего разговора сейчас. Я хочу, чтобы вы поняли главную особенность. Особенность того, как же избавиться от залома на рукавчике, и почему он у нас получается. Так вот, в таких рукавах залома не будет никогда. А вот в таких рукавах, как вот этот у нас рубашечный на самом деле рукавчик, который выдают завточной, залом будет всегда. Стоит опустить руку, и он сразу же у вас сломается. Как выглядят такие рукава? Смотрите, как они выглядят. Я нарисую рукавчик. Такой. Вот. И нарисую ему пройму. Я утрирую немножко. Утрирую, чтобы вам было более понятно. Посмотрите. Главные характеристики рукава. Это высота оката рукава. Это точка А, это точка В. Разве у нас будет вот эти отрезки равны? Нет. У нас АВ разделить пополам намного больше выглядит, чем высота оката рукава. А вертикальный диаметр проймы, вот эта вот величина, вот эта величина, ВДП, ВДП. Смотрите, какая разница между ВДП и высотой оката рукава. Так вот, именно, чем больше вот эта разница в наших рукавчиках, в точных, она 2-3 сантиметра, а вот здесь она может доходить до 10 сантиметров, до 12 сантиметров. И вам это совсем не нравится. А вы-то хотели получить рукавчик как раз-таки без залома, чтобы он был не рубашечный, а чтобы он был у вас точной. Что вам нужно сделать? Вам нужно их подружить, вам нужно привести вот эту разницу ВДП минус вор к 2-3 сантиметрам или хотя бы к 4. Как это сделать? Да очень даже просто. Вам нужно сократить разницу между ВДП и разницу между высотой оката рукава. Для этого нам, вы не можете сделать ВДП меньше, потому что вы уже взяли такую выкройку, потому что вот здесь вот уже вы вырезали, допустим, что-то в тех же бурдовских лекалах у вас выкроено вот это все, да? Но что вы с ними можете сделать? И что вы часто делаете? Вы вот так вот углубляете немножечко свой, не углубляете, а повышаете головку, повышаете окат рукава за счет того, что вы срезаете вот эту часть на своем рукавчике. Посмотрите, что в реальности происходит. В реальности добавляется к высоте оката рукава еще какая-то величина. Насколько вы вот здесь срежете, настолько у вас и поднимается вот эта ручка. Потому что вы всем знакомы, я вот такая ситуация, возьмем еще вот эту историю, да? Если вы вот этот вот залом видите, вот это напряжение видите, вам часто хочется этот рукавчик поддернуть наверх. Вот этот шов рукава вы поддергиваете наверх и рукав вот здесь расправляется и вот этот залом пропадает и уходит он, да? Вот что вы делаете на самом деле, поддергивая свой рукавчик наверх. Вы вот эту часть, вот эту часть рукава вы делаете больше. Вы увеличиваете на свою головку. Вот. Понятно? Значит, чтобы убрать вот этот залом, вам нужно подрезать рукавчик снизу. Давайте посмотрим, ведь рукавчик-то у вас уже сметан, да? Раз он у вас сметан, как он у нас выглядит? Он у нас вот так, вот так как-то, вот так, вот так и вот так. Вот. А здесь наша точка О. И поэтому, что вы делаете, когда хотите исправить свой залом? Ну, вот таким вот образом, вот это место просто убираете. Ножничками срезаете, увеличивая таким самым вот эту высоту оката рукава. Высоту оката рукава. Насколько? Трудно сказать, потому что чем больше вы вырежете вот здесь, начинайте с полутора сантиметров. Вот начинайте, сначала полтора возьмите, маловато возьмите два. Ведь чем больше вы вырез вот этот сделаете, тем больше появится лишней ткани. И появляется опять проблема большой посадки вточных рукавов. А куда от нее денешься? Никуда. Поэтому самое главное для вас научиться все-таки с ней грамотно справляться и делать рукавчики безупречными, делать рукавчики вточные, но чтобы внешний вид у них был вот такой вот красивый, гладкий, вот такой вот рукавчик, чтобы здесь у вас не было никаких заломчиков, чтобы вот так ткань падала, вот так вот вертикально, да, и не создавала здесь никаких заломов, не крутила, не вертела, ничего, чтобы не делала. Вот такие рукавчики будут хороши. А чтобы они были хороши, мы обязательно должны делать с небольшой посадкой. Настолько, насколько у нас позволит ткань. Или в конце концов, прибегайте к тем девяти способам, которым я вам рассказала ранее. Вот так, мои хорошие, я надеюсь, вы поняли в этом видео, что является причиной вот этого некрасивого залома, что на самом деле под видом вточных рукавов вам предлагают рукава рубашечные, потому что вся промышленность любит рубашечные рукава, потому что только рубашечных рукавов не нужно заботиться о посадке. Значит, их удобно по контрольным точкам сшить, вымерить окат рукава относительно длины проймы, но при этом уменьшить очень сильно высоту оката рукава и сделать рукавчик вот таким вот несовершенным, я бы так сказала. А совершенные рукава и уважающие себя производители одежды, они всегда будут об этой посадке беспокоиться, подкладывать сюда какие-то подокатники, какие-то валики. Может быть, даже вот обратите внимание, Шанель, всем известная фирма, да, с какими тканями она работает? Она работает с тканями очень рыхлыми, очень подвижными и поэтому в их моделях чаще всего прямо вот так вот закорачивают наше плечико и рукавчики делают с преувеличенной посадкой по окату рукава специально, а потом ее распределяют вот так вот здесь и плечо стало короче, вы не стали при этом шире, да, и ширина оката рукава увеличилась и вам стало удобно, понимаете? И вот такие рукавчики очень часто создают в своих лекалах проверенные бренды, известные фирмы, много-много лет по праву заслужившие свое место на нашем рынке. Поэтому и мы с вами должны научиться работать именно так. В чем причина, вы поняли, поэтому разбирайтесь в деталях более основательно, более подробно, всегда дружите высоту оката рукава и вертикальный диаметр проймы, и задавайте вопросы, если вам что-то будет непонятно. Всегда ваша Галина Коломейко. Всего доброго. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова